Сегодня нам предстоит обсудить весьма важную тему, которая касается миллионов наших граждан. Ситуация в сфере применения мер административной ответственности. В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим, и которая так востребована нашим населением. Меня настораживает статистика. За 10 лет количество таких правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллионов граждан. Это более 50% всего трудоспособного населения страны. Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными. И, естественно, принять меры. Основной массив более 80% сегодня составляют нарушения цели безопасности дорожного движения, преимущественно зафиксированные с применением технических средств. Полагаю, так называемые письма счастья от государственной автоинспекции, хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Вместе с тем фотофиксация 7 лет назад была уведена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разрад злостных нарушителей закона. Тем более, что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными условиями. Нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, когда человек будет заинтересован соблюдать правила дорожного движения. На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где-то объективно необходимо. Кстати, мне водители докладывают, что не выполняются мои поручения. Это, Наталья Ивановна, недопустимо, когда не выполняются поручения президента. Поднимите мои поручения по кольцевой дороге, первой и второй. И проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены. И скорость движения была увеличена как следует и так далее. Там, где я якобы реже на кольцевой дороге бываю, там все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей. Следующая важная проблема – использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц у полномоченных ведомств. Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все. Милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанции и другие. Доходит до того, что руководство сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день. Если нет, то останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему. Будет болтовня. Иногда сами работники, ну что же, если начальство требует, проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. По-прежнему много вопросов в данном плане к сотрудникам прежде всего нашей милиции. В августе на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов мы уже это обсуждали. Поэтому я жду результатов. И не только по линии милиции. Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Все они должны четко понимать, что главным критерием их работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а качественная реализация мер профилактического воздействия и реальное сокращение административных проступков по вверенной сфере. Я уже думаю о том, нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести, вот чем больше протоколов в составе знака, тем больше бардака на ведомственных территориях и по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать. Действующий кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций. Так с советских времен тянется у нас. А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто очевидной несправедливости практики применения административных санкций. За 12 лет действия кодекса принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1400 корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону. Важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. Для этого мною поручено создать из числа руководителей госорганов, парламентариев, ученых специальную экспертную комиссию. Ей предстоит системно пересмотреть положение действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условия привлечения к административной ответственности. При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере, как минимум на последующие пять лет. Еще раз подчеркиваю, к июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе для того, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона. Сегодня же я жду от участников совещания докладов о состоянии дел по применению административной ответственности и конкретных предложений по урегулированию имеющихся проблем.